Но теперь отрезать головы угрожают еще и тем, кто переводит угрозы на чеченском на русский язык. Сегодня вы семья шайтанов. Не буду называть ваших имен. Янгулбаевы, мрази, проклятые Аллахом. Я также обращаюсь к тем, кто вами управляет. Мы разберемся с вами. Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть. Также это относится к тем, кто переведет это видео на русский язык. У нас с вами вражда по всем понятиям. У нас война, кровная месть, как и будет у наших потомков. Это депутат Российской Госдумы Адам Делимханов. И вот этот человек, который угрожает отрезать головы в прямом эфире своего инстаграма, в российском парламенте, входит в Комитет по безопасности и противодействию коррупции. Если вам кажется, что слова Делимханова просто неверно перевели, то нет. Мы проверили, перевод абсолютно правдив. Ну а ко мне присоединяется Елизавета Стрий и Лис. Расскажи, в Кремле как-то комментировали тот факт, что депутат Госдумы угрожает людям, которые переводят его слова с Чеченского на русский, отрезать голову? Леш, нет, пока реакции не было. Но мы помним, что когда в Нижнем Новгороде похитили мать Янгулбаевых, Зарему Мусаеву, Дмитрий Песков сказал, что в Кремле предпочитают этому не верить. Вчера Песков заявил, что вмешиваться в конфликт Рамзана Кадырова и Янгулбаева Кремль не намерен. Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров накануне призвал страны, в которых сейчас находятся покинувшие Россию члены семьи Янгулбаевых, вернуть их на родину. Такой пост он написал на своей странице ВКонтакте. Кадыров вновь назвал их террористами и заявил, что прикрывать их значит содействовать террористам. Напомню, братьев Янгулбаевых Кадыров обвиняют в администрировании оппозиционного чеченского телеграм-канала «Один Адат». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова